Ты заговорил о дипломатии и ты заметил, что вот у американцев дипломатия никогда не пользовалась каким-то особым спросом, особой популярностью. Под какие-то значимые вещи всегда звали людей из бизнеса. Ну или вот маршал из армии, человек начальный генштаба, то есть у него опыт руководства громадными просто силами. Да, миллионными армиями. Да, и логистика. Естественно, такой человек может очень много чего интересного предложить при восстановлении Европы. Понятно. Но давай посмотрим на нашу прекрасную страну. В общем, у нас в советское время, мы берем Российскую империю, преемственность разорвана, но в Российской империи быть дипломатом действительно считалось почетным, уважаемым делом. Но потом советское время. В советское время, да, мы можем там вспоминать опять же какие-то разные истории, но если мы посмотрим на времена застоя и потом перестройки, быть дипломатом это было ультра престижно. Это было, наверное, на уровне с работой в ЦК. Почему? Потому что для этого человека не существовало такого понятия, как дефицит. Этот человек жил за границей. И даже если он работал где-нибудь в захудалой убогой стране, там, я не знаю, в Мьянме, да, действительно, в Зимбабве, он все равно получал зарплату в долларах, он имел доступ к каким-то заграничным товарам интересным. В конце концов человек повидал мир, да, опять же, потому что нормальный советский гражданин не мог вот так, знаете, путешествовать по всему миру, где ему захочется. Были определенные сложности. И дипломаты действительно у нас были представителями ультра престижной профессии. Невероятно престижной. И поступить в МГИМО просто так, наверное, можно было, но это... Там была такая история, что, ну, были общие правила, что определенная доля должна приходиться на, значит, людей с пролетарским происхождением. Поэтому там нужно было быть либо... Ну, правда, конечно, этот человек с пролетарским происхождением, он потом вот максимум рассчитывает на эту самую Мьянму, само собой. Ни на что больше он рассчитывать не мог. Но да, да, я согласен. Но да, даже Мьянма. Это все равно был невероятный уровень по сравнению с обычным советским гражданином. Кстати, к вопросу о происхождении, был же распространенный финтушами, чтобы поступить в универ, ты идешь работать на завод. Год отработал или два? Да, конечно. Ты рабочий, все. Да, да, да. Замечательно. Ну, хорошо. Кстати, не самая плохая идея, вот именно, знаешь, в части того, чтобы человек сначала просто поработал, подумал, чем он хочет заниматься. Ну, может быть, да. Но не на заводе, правда, а где захочет. Вообще, в целом... У англичан, собственно, это есть такая традиция, да, что, значит, прежде чем ты идешь учиться в университете, у тебя вот год после школы, там, значит, поездка по миру, ну, правда, конечно, это у тех, кто может себе позволить, конечно, поездку по миру. Да, ну, вот, знаешь, поработать даже, ну, вот, банально, где-нибудь посмотреть на мир уже такими более взрослыми глазами. Да, это, конечно, это круто. Ну, ладно, оставим пока это в стороне. Да, действительно, в советское время быть дипломатом, сначала, в общем, вытащить целый билет. А потом настали 90-е годы, и дипломатия стала далеко не такой престижной и почетной, как, скажем, ну, может быть, нет, она была все еще престижной, но денег в этой профессии уже как бы не было толком. Да. Деньги были в частном бизнесе где-то еще, и, в общем, цвет нации, он перестал так активно тянуться в МГИМО. И чем дальше, тем меньше умных, одаренных ребят шло в МГИМО. К чему все это привело? Вот недавно Мария Захарова опубликовала прекрасный пост. Мария Захарова окончила МГИМО в 1998 году, друзья. Да. Да, и она опубликовала потрясающий пост, в котором, значит, порекомендовала иностранным, и вообще не иностранным, а вообще всем людям, в том случае, если вы будете сидеть на приеме, вот в той же позе, как президент Вучич сидел на приеме у Трампа, то надо садиться в стиле Шерон Стоун, да, из основного инстинкта. К ней туда в комментарии пришел, я уже не помню, кто именно, в общем, представитель Сербии, грубо говоря, и спросил, Мария, вы понимаете, что вот вы сейчас оскорбляете человека, который представляет страну, которая там одна из последних не наложила санкции на Россию, которая не лезет в НАТО, которая остается вашим последним союзником. В общем, понимаете, что вы делаете? Я думаю, что она не понимает. Вот буквально не понимает. Справедливости ради, если по секрету, Сербия, конечно, лезет в НАТО. Слушай, нет, это понятно, но просто понимаешь, когда... Одно дело, когда речь идет о стране, которая очень активно лезет в НАТО, например, как Украина, мечтает она. Ну, понятно, да, то есть одно дело, понятное дело, что одно дело там, значит, с Украиной, это можно там, ну, в общем, какая разница. Это понятно, да, но когда ваш один из последних условно, ну, скажем так, дружественно настроенных к вам президентов... Ну, в общем, да, да. И вы берете и вот такой глупостью, прошу прощения, высером в социальных сетях. Ну, в сербских газетах, да, в сербских газетах по этому поводу одна из сербских газет основных, она вышла с фотографии танцующей Марины Захаровой, ну, вот это известная фонка, где четыре мужика на сцене, вот они что-то поют, и Мария Захарова, значит, танцует, вот что она там, ну, вот ножками, я не знаю, как это называется, короче, вот какую-то, какую-то, в общем, там, калиночку, калинку-малинку и все такое. Да, и это выглядело, конечно, так, ну, довольно-довольно смешно. Но, с другой стороны, знаешь, тоже хочу сказать, что вот представление о сербских братушках, оно меня всегда несколько скорежило. Нет, я понимаю все, я понимаю, что, как бы, это не оправдывает, как бы, те или иные комментарии, вот, но если мы посмотрим, да, например, кто больше всего на протяжении всей истории предавал Россию? В первую очередь, конечно, болгары, да, естественно, болгары, вот, это вот те чуваки, которые были готовы, значит, русских предать, ну, вот, в любой момент. То есть сразу после того, как Россия их освободила, да, сразу после того, как она там, ну, кровью своих солдат обеспечила их независимость, что они сделали? Они выбрали себе немецкого короля, короля из немецких князей. Вот, то есть, ну, потенциального, значит, ну, хорошо, Россия в тот момент с Пруссией имела хорошее отношение, ладно? Ну, как бы, немцы, в то время как именно немцы, они во главе с Бисмарком приложили огромные усилия к тому, чтобы Болгария не получила все земли, какие она хотела получить, не был реализован проект Великой Болгарии, который предполагался по Сан-Стефанскому мирному договору. Вот, вместо этого, значит, на Берлинском конгрессе территория Болгарии была резко уменьшена с одной стороны, а с другой стороны она не получила полной независимости, она получила только автономию. То есть немцы все сделали для того, чтобы, значит, Болгария, ну, не стала такой сильной, какой она могла бы быть, после чего болгары выбрали себе немецкого, значит, царя, ну, не короля, а царя. Да, то есть, ну, это была, конечно, такая очень впечатляющая подлость, после чего они благополучно успели в Первой мировой войне выступить на стороне Австрии и Германии, вот, и Турции, кстати говоря, да, своих самых лучших, видимо, союзников. Вот, после чего они во Второй мировой войне, ну, как сказать, они формально не вступили в войну с Советским Союзом. Да, но они участвовали в оккупации Греции, и, кроме этого, они, значит, разрешали проход, ну, то есть, они все-таки воевали на стороне гитлеровской коалиции. Кстати, это единственная страна гитлеровской коалиции, которая получила территориальные приобретения по итогам Второй мировой войны. Да, до Бруджа, до Бруджа, да, до Бруджа они получили. Да, это потрясающе. Да, но, как бы сказать, да, они формально, вот, они, значит, не вступали непосредственно в боевые действия Советского Союза, но пропускали гитлеровские войска по своей территории. В конце концов, когда, значит, СССР дошел до Болгарии, он благополучно эту самую Болгарию скушал. Вот, ну, на это не ушло особо много времени, да, с учетом того, в каком состоянии в тот момент находились советские войска, естественно, Болгария была оккупирована. Ну, там, справедливости ради, там, Болгары не делали ничего для того, чтобы хоть какое-то сопротивление оказалось. Ну, да, ну, они, в общем, понимали, да, что никакого смысла сопротивлению там уже не будет, естественно, их там подавят, раздавят и так далее. Потом они стали фактически 16-й республикой. Ну, да, это правильно. Кстати говоря, когда они уже стали 16-й республикой, они пытались совершить переворот, кстати говоря. Да, интересно. У них там была попытка, да, попытка Мауистского переворота была, между прочим, в Болгарии уже после установления советской власти. Вот, значит, да, и, ну, и, собственно, потом, да, болгары благополучно вступили в НАТО. Ну, в общем, короче говоря, молодцы со всех сторон. Вот, и, значит, сейчас уже сделали много хорошего, типа того, что, например, уже почти построенный там, ну, построенный наполовину, скажем так, газопровод, да, значит, Южный поток они зарубили. После чего очень сильно удивились, когда русские сказали, а мы теперь не будем поставлять вам газ, ну, как бы у нас газопровода нету, мы вам газ поставлять не будем. После чего они начали писать, что мы вообще-то и не против, нам-то газ нужен, ну, то есть это такая вот политика идиотов, да. С одной стороны, мы будем выполнять требования, значит, из Вашингтона, значит, чтобы зарубить этот поток, а с другой стороны, нам нужен газ русский, поэтому мы как бы и не против потока, но мы против потока, поэтому. Ну, в общем, такой, да, значит, внешняя политика идиотов. Вот, то же самое касается, скажем, атомной электростанции, которую собирались в Болгарии построить, тоже ее, значит, всю, тоже ее всю, значит, вырубили. Вот, в общем, короче говоря, да, вот такая нация, которая постоянно Россию, значит, во всех отношениях предавала. Ну, кстати, справедливости ради, именно сами болгары, ну, в массе своей, к русским, ну, в основном туристам, понятно, что относятся очень даже хорошо, то есть ничего такого не возникает. Ты понимаешь, да, ну, это как бы вот такое вот, мы вас очень любим, конечно, но идите вы в жопу со своими знакомыми. Это правда, да, то есть, собственно, руководство Болгарии поступает строго определенным образом. Причем это продолжается уже, как бы, ну, не первое десятилетие, не первое даже столетие. Это уже продолжается, там, полтора века со времен, вот, собственно говоря, избрания царем немецкого принца. Вот, и то же самое касается сербов. Ну, сербы, откровенно, там тоже была у них интересная история после, собственно, русско-турецкой войны, 77-78-го годов. Вот, значит, сербскими королями стали, господи, каждый раз забываю, там, Каргеоргиевича. Сейчас, значит, в общем, очень, ну, такие русофобски настроенные, значит, короли в Сербии пришли к власти. Каргеоргиевича сменили, вот я забыл, как эта династия называлась, до них кто там были, сейчас посмотрим. Сейчас, 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 сейчас. Ну, вот, значит, Абренович, да, Абренович, все правильно. И они относились к России, ну, мягко говоря, в общем, в общем, мягко говоря, без симпатии. Если посмотреть, что писал один из премьер-министров, вот, последнего короля, собственно, Абреновича, то там, в общем, русские это варвары, которые хотят покорить всю Европу, и европейским народам нужно объединиться вокруг престола Гогенсолернов, чтобы остановить наступление русских и так дальше. То есть, ну, это такая русофобия в чистом виде, такая дистиллированная. Правда, в 1903 году Абреновичи свергли, Карагеоргиевичи. То есть, действительно, вот в рядах сербского офицерства они были крайне непопулярны, в итоге их просто убили. Там всю семью убили, на самом деле. И королями стали Карагеоргиевичи. Такое тоже было. Вот, но в целом, да, вот сколько раз мы помогали Сербии, собственно, мы помогали Сербии еще со времен Петра Великого, на самом деле. Еще в те времена, значит, сербов переселяли на территорию Украины, значит, там до сих пор есть целые регионы, которые, значит, в названиях которых сербские, сербские, значит, этнонимы. Вот, значит, и потом, значит, помогали сербам уже при Екатерине, потом помогали уже, ну, в общем, во всех войнах с турками помогали. Первую мировую, собственно, развязали, чтобы сербам помочь. Ну и так дальше, да. Все это, конечно, замечательно, но я понимаю там, да, значит, братушки и все остальное, но какую пользу Россия получила от постоянной помощи сербам. То есть, на самом деле, понять, вот что хорошего такого Россия получила от того, что она помогала, постоянно помогала сербам и черногорцам, кстати, черногорцы, тоже веселые ребята, интересные, вот, в общем, ну, непонятно. То есть, ну, что она выиграла от помощи этим самым сербам? То есть, если бы она, не знаю, там, выбрала себе в качестве главного союзника на Балканах Румынию, ну, еще можно было бы понять, потому что в Румынии нефти было много, по крайней мере, в прошлом. В Сербии нет ничего, и, в общем, сколько мы солдат положили, да, за то, чтобы помогать сербам. Нельзя сказать, что сербы нас предавали, да, но, как бы, а что мы получили от этой бесконечной помощи сербским братушкам? Совершенно непонятно. Ну, да ладно. Значит, сейчас, секундочку. Не, на этот счет я с тобой полностью согласен, но вот меня скорее порадовало вот именно качество русского дипломатического корпуса российского. Ну, это да. Потому что на месте сербов могли оказаться, я не знаю, условные монголы, которые тоже очень комплементарно относятся к России и прочие какие-нибудь, ну, хорошо настроенные к нам руководители каких-то стран. Ну, нельзя так делать. А вот она просто этого не понимает. Почему она этого не понимает? По моему скромному мнению, тут два объяснения. Первое, у нее журналистское образование. Второе, ну, человек учился, извините, в 90-е годы, а в 90-е годы самые умные шли не учиться, а в бизнес. Ну, это, наверное, тоже правда. Это, наверное, тоже правда. Хотя, может, я сейчас не понимаю. Вообще, кстати говоря, вот по этому поводу, что можно заметить. Да, давайте я чуть-чуть отойду в сторону, поговорим. Есть такая знаменитая проблема Нитхома. Или Нихома, там по-разному читается его. Фамилия, это такой крупный историк британский, который сказал следующее. Вот давайте посмотрим на Китай, там, 12-13 веков. Это самый развитый регион на планете. Самый богатый, самый развитый технически, самый развитый политически. Там сложная политическая система, государственное устройство. Нигде в мире в тот момент ничего подобного нет. На Ближнем Востоке там уже даже халифат рухнул. Там какие-то сельджукские султанаты. В средневековой Европе тоже там. Там, ну, правда, уже теодальное право сложилось, все такое. Но, тем не менее, государственное образование там, в общем, примитивное. Плюс-минус. А в Китае, ну и уж тем более, если говорить о технологиях, о науке, в экономике, Китай в этом отношении просто впереди планеты всей на 10 шагов. И мы видим Китай в 19 веке. Отсталая, примитивная страна, которую, значит, великие державы делят между собой, как портовую девку. В чем проблема? Вот почему Китай не смог стать вот такой богатой страной? На самом деле, объяснений два. Ну, на самом деле, их много, этих самых объяснений. Ну, в общем, основные сводятся к следующему. Одно простое объяснение заключается в том, что просто варвара. Ну, постоянно Китай завоевывали там монголы, маньчжуры. После них, до них там тоже были всякие интересные персонажи, которые приходили с севером и завоевывали китайские государства. Но это объяснение там по целому ряду причин, оно не очень хорошо работает. Потому что, например, между вторжением монголов и вторжением маньчжуров прошло 4,5 века. Ну, почти полтысячелетия. В общем, за полтысячелетия, наверное, можно было создать что-нибудь хорошее. Но нет, в этот период, наоборот, Китай стогнет. А чем можно объяснить в этом случае? И вот объяснение такое, что китайская бюрократия, она, во-первых, была очень жестко устроена по конфуцианским признакам. То есть она имела вот такие очень жесткие внутренние принципы, которые обеспечивали ее устойчивость, которая, ну, вот такая, буквально выборожская такая вот бюрократия, да, которая действует по строгим принципам и так дальше. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот эта самая бюрократия, она поглощала буквально всех самых умных, самых эффективных, самых разумных и каких угодно еще персонажей. То есть буквально все, кто были самыми инициативными, умными, значит, образованными и так дальше, шли по бюрократической лестнице. В результате этого, да, просто людей, которые могли бы, ну, и кроме того, конфуцианская этика, она предполагала, что торговля, бизнес, обогащение, это то, чем не нужно заниматься. Это плохо. Этим заниматься не нужно. Настоящий, значит, истинный муж, он должен заниматься размышлениями, увеличением своей мудрости и так дальше. Вот, в итоге людей, которые могли бы заниматься коммерцией, было очень мало. Но больше того, было еще и очень мало людей, которые были готовы заниматься там военным делом, например. Да, то есть все военное дело тоже считалось чем-то не особо престижным. Вот, в результате, значит, китайская армия каждый раз оказывалась такой слабой и, значит, не могла противостоять вот этим самым вторжениям севера. И тут вот такой момент, да, что система, которая, значит, аккумулирует, государственная система, которая аккумулирует всех талантливых людей в систему бюрократии, она оказывается в итоге не столь эффективна по сравнению с системой, в которую, ну, в бюрократии идут, в общем, люди средние, да, значит, а самые талантливые идут куда-нибудь, опять же, в науку, в, значит, бизнес и так дальше. В принципе, та же самая проблема была, например, у Российской империи, потому что все самые лучшие выпускники высших учебных заведений, они все шли, собственно, на государственную службу. Ну, и высшие учебные заведения, собственно, создавались для того, чтобы пополнять ряды государственной службы. То есть самые лучшие там правоведы, которые учились где-нибудь в Сарскосельском лицее, потом Александровском, в училище правоведения, на юридических факультетах Московского и Питерского университета, они почти все шли на государственную службу. Те, кто лучше всех заканчивали, тоже там, значит, какие-нибудь технические институты, вот они тоже шли, значит, работать в бюрократические какие-то ведомства всякие, многочисленные, становились чиновниками. И, в общем, очень мало людей оставалось, которые могли бы, вот, например, заниматься бизнесом. Это была такая проблема Российской империи. Кстати, то же самое было, ну, во многом, в Османской империи в 16 веке. Османская империя в 16 веке – это очень хорошо организованное государство. Это государство, в котором, значит, качество государственного управления, ну, на две головы выше, чем в, скажем, европейских странах и выше даже, чем в западноевропейских странах. То есть это государство с, там, очень строгой бюрократической системой, опять же, с, там, до сих пор отчетность османская, вот, из 16 века, она впечатляет историков, потому что это гигантские тома, значит, гигантские тома, в общем, огромные списки какой-то информации, вот, налоговые всякие эти отчеты, написанные идеальным почерком, там, без всяких ошибок, очень подробной информации и так дальше. То есть очень четко работающая бюрократическая система. Но в том-то и дело, что в этой системе, да, почти все, кто был талантлив, почти все, кто был умен, они вот рекрутировались в эту самую бюрократическую систему, и во многом Османская империя в 16 веке, она оказалась жертвой вот этой неспособности как-то выйти за пределы такого жесткого бюрократического, да, вот, жесткого такой государственной бюрократической системы. Но я одно и то же говорю, я уже, значит, повторяю, 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 да. В то же время, ну, в общем, в Западной Европе именно отсутствие вот такой огромной бесконечно жесткой бюрократии, которая бы охватывала все, значит, сферы жизни общества, она во многом позволяла развиваться намного быстрее и эффективнее. Вот. И к чему я это все говорил? Я забыл, к чему я это все говорил. Вот, 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 вот. Да, так вот, про Марию Захарова, да, с одной стороны, ну, значит, конечно, хочется, чтобы наши чиновники были там лучшими людьми, да, лучшими людьми города, значит, чтобы они были самыми талантливыми, самыми умными и так дальше. Но на самом деле, да, если подумать, запас талантовых людей в обществе ограничен. Если мы говорим, что, значит, вот, чиновниками, значит, должны быть самые талантливые, ну, значит, самые талантливые не пойдут в бизнес. Если мы говорим, что бизнесмены должны быть самые талантливые, то у нас, значит, не останется ученых. Ну, а ученых тоже как-то хотелось, потому что это страна, в которой нет никакой науки, в общем, не имеет особого будущего, да. А если у нас все пойдут в науку самые талантливые, как, кстати говоря, было в Советском Союзе, по крайней мере, вот в 60-е годы, ну, у нас тоже такая была ситуация, да, когда в науку действительно шли самые талантливые, когда советская наука была самой передовой в мире, там, конкурировала разве что с самыми мощными государствами на планете, там, США, с какими-то, с Францией, может быть, с Великобританией, да. То есть у нас была мощнейшая, передовая, очень мощная наука, да, в которой было гигантское количество талантливых людей, а государственным управлением занимались какие-то кретины, да, у которых на лице написано «Я идиот». Да, и в итоге, в общем, что случилось с Советским Союзом мы более-менее представляем. Вот, то есть, короче говоря, вот всякий раз, когда мы говорим, что в какой-то сфере должны быть максимально талантливые, умные какие-то еще люди, мы должны понимать, что тем самым мы говорим, что в других сферах это не должно быть. Потому что их ограниченное количество. Невозможно сто процентов населения иметь гениев, да, значит, выдающихся, там, еще каких-то. И поэтому, с одной стороны, да, значит, Мария Захарова довольно комичный персонаж, по крайней мере, в этом отношении. Но, с другой стороны, ну, хорошо, находился бы на месте Марии Захаровой, я не знаю, кто у нас самый выдающийся журналист, не знаю, Леонид Парфенов. Ну, тогда мы бы потеряли огромное количество великолепных фильмов, значит, с Леонидом Парфеновым. Поэтому, ну, как вам сказать, поэтому, как вам сказать, вот всегда-всегда в этом есть такая, такой трейд-офф, такая вот противоречия, такая вот противоречия. Вот. Ну, вот.